Комплексный план развития Норильска появится уже в начале декабря. Напомню, после аварии, которая произошла 29 мая на местной ТЭЦ-3 и разлива больше 20 тысяч тонн дизельного топлива, кроме краевых властей, проблемы с северного города пристально изучили представители Совета Федерации. После командировки в Норильск, оценки экспертов и специалистов, Верхняя Палата Российского Парламента приняла постановление. Согласно документу, власть и бизнес должны объединить усилия для решения ключевых проблем территории. Главные направления этой работы отражены в проекте комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года, который обсудили накануне. Глава региона потребовал представить его итоговый вариант в кратчайшие сроки. Сроки у нас достаточно сжатые. До 10 декабря мы должны уже представить конкретную дорожную карту, где будут указаны сроки, исполнительные, а возможно и суммы. Мы должны делать быстро, но не наспех. Это разные вещи. В плане сейчас 7 направлений. Одно из них ключевое. Это реновация жилого фонда. За 35 лет планируется ликвидировать 45 аварийных домов, построить 97 многоэтажных и реконструировать дома, которые имеют историческую ценность. Кроме того, в северном городе должны появиться поликлиника, большая школа, детский сад и бассейн. Уделяется внимание жилищно-коммунальной сфере благоустройства и реконструкции зданий. В правительстве края уверены, что масштабные планы вполне реализуемы. Это не значит, что это будет легкая увеселительная прогулка, но это будет нормальная, на мой взгляд, нормальная, упорная, имеющая не очень большие сроки для исполнения, но в принципе конструктивная работа. Я на это весьма рассчитываю и считаю, что сроки, которые обозначены по сравнению с этой федерацией и те задачи, которые ставит перед нами губернатор, они вполне нам по силам. Этот план является первым шагом к заключению нового четырехстороннего соглашения между правительствами края и страны, муниципалитетом Норильска и компанией «Норильский никель». Действия предыдущего скоро закончатся. Соглашение должно усилить социальную ответственность бизнеса и закрепить намерения сторон для развития ЖКХ, социальной транспортной инфраструктур северного города, а также реализации его научного, инновационного и технологического потенциала формирования комфортной городской среды. Мы должны подписать новое соглашение. Таким образом, два таких основополагающих документа, это четырехстороннее соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Красноярского края, городом Норильском и, соответственно, ГМК «Норильский никель» будет подписано.